Да, комплимент. Хорошо. Сынок, зачем ты это всё надел? Где ты это взял? Это пустяки, мамочка. Вещи в пакетах ещё элегантнее. Зачем ты это надел? Где ты нашёл эту одежду? Купил в кредит. О, Аллах! А в чём дело? Я работаю и всё верну, мама. Я принял новое решение. И начну с того, что поменяю свой стиль. Как я вам? Да. Если обратить внимание на бренд, решение обошлось тебе недёшево. Да, немного есть. Что-то я не могу понять. Почему никто не спрашивает? Джимми. Какое решение ты принял? Позвольте вам рассказать, Фадик. Я принял решение жениться на талантливой, уважаемой, трудолюбивой, общительной и милой женщине. Она красивая. Она красивая. У неё рыжие волосы. И есть работа. И я решил жениться. Конечно, Хаят и Мурат поженились, и сейчас они такие счастливые. Вот я и решил, что раз уж счастливы они, я тоже буду. Они счастливы, и я подумал, почему бы и нет. Вот такое моё решение. Ладно, девочки, продолжайте вязать, а я пока разложу свою новую одежду. Надеюсь, это к лучшему. Входящий от Керема Да, мой усатый. Нет, и как раз вовремя. Бомба вот-вот взорвётся. Что ты хочешь сказать, Ипек? Я не понимаю. Выйди ненадолго. Ты рядом? Ладно, иду. Прошу прощения. Я так рад, что сюда вёз клиента, смог тебя увидеть. Вот. Остановился по дороге, чтобы купить. Конечно, сначала я услышал их запах. Каштан. Твой любимый, правда? Да. Не нравится мне твоё такси. Ночью это опасно. Ты не спишь, и потом днём тебе тяжело на работе. Ипек. Мы женимся. Это ещё один заработок. Нам ведь нужны деньги, правда? Если у нас будет ребёнок, я не хочу экономить. Керем, а мой отец вернул деньги? А какая здесь связь? Конечно, вернул. Не знаю, мы говорили о будущем и детях. Я подумала, что мой отец не вернул долг, поэтому ты взялся за такси. Нет, Ипек, нет. О чём ты говоришь? Я же сказал, что отец всё отдал. Не переживай. Хорошо? Хорошо. Но не уставай слишком сильно. Ладно. Мне пора. Мне сказали, что на стоянке уже нет машин. Мне тоже пора, потому что Эмине скоро начнёт злиться. Давай, не мёрзни. Будь осторожен. Буду. Отец звонил? Бабушка? Дерия? Нет, сынок, мы не разговаривали. Нет. Я тоже с ним не общалась. А ты? Он не звонил. Почему он должен позвонить? Он проигнорировал своих сыновей и продал долю в компании. Звонить, чтобы выслушать соболезнования? Он не такой человек. Может, он не знает? Да, но я не прошу у него соболезнований. Можно ведь и просто так. Хватило бы и просто поговорить. Извини, ты прав. Он ведь твой отец. Я не хотела тебя обидеть. Но ты постоянно это делаешь. Лучше думай, прежде чем что-то сказать. Брат, это уже слишком. Почему? Я впервые говорю что-то подобное, да? Я хотел сказать и не думать, обидно это или нет. Это слишком. Все в порядке. Мальчики, давайте не будем. Не стоит портить завтрак. Не нужно ссориться за столом. И что ты скажешь своему отцу? Спрошу кое о чем. Если это о компании, не звони ему. Мы вдвоем разберемся. У меня к нему личный вопрос. Расскажи нам, мы можем помочь. Не думаю. Почему нет, брат? Когда мы отказывали тебе в помощи? Лучше бы отказывали. Но вы все уткнули головы в песок. Считаете меня идиотом. Не говори так. Бабушка, ты от меня что-то скрываешь. Секреты моего отца. Кто-нибудь из вас знает эти секреты? Что нам скрывать, дорогой? Брат, ты несправедлив к нам? Расслабься. Не указывай мне, что делать. Мурат. И ты тоже. Так. Я этого больше терпеть не буду. Мурат прав. Раз уж мы семья, никто не должен здесь ничего скрывать. Дерия. Нет, нет, нет. Не останавливай ее. Дерия, я слушаю тебя. Речь о твоей матери. Она приходила сюда, чтобы увидеться с тобой. Она умоляла. Но твой отец каждый раз ее прогонял и не разрешал увидеться с тобой. Дерия. Она не бросала тебя. Дерия. Что ты пытаешься сделать? Чего ты этим добьешься? Бабушка, как ты можешь? Разве не ты сказала мне, что моя мать умерла? Ты заставила меня поверить в эту ложь. Посмотри на меня. Посмотри. Как можно быть такой жестокой? Как? А? А? Вы просто... В этот раз ты сказала, что она мне не звонила. Из-за тебя я оставался зол на нее многие годы. Она умерла до того, как я ее простил. Есть еще что-то, чего я не знаю. Муратский. Не трогай меня. Теперь я никому из вас не верю. Ни одному вашему слову. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok